А в минувшие выходные в рамках универсиады прошел заключительный день соревнований по тейквондо. В программе были разыграны 4 комплекта медалей, а также подведены итоги общекомандного зачета среди высших учебных заведений страны. Как прошел турнир и кто стал чемпионом универсиады в корейском виде боевых искусств, расскажет Максим Бажанов. Жарко в день соревнований было не только на улице. 30-градусную жару перебивали схватки на коврах региональной спортивной школы по тейквондо. Там спортсмены-студенты из разных уголков России сражались за медали универсиады в тяжелых весовых категориях. Более 40 тейквондистов из 16 вузов страны. Здесь представлены студенты, то есть ребята, которые переходят в другую возрастную категорию. То есть взрослую и возрастную категорию. Все очень стараются, хотят себя проявить. Эмоции на ковре очень жаркие. Видно, что люди очень сильно борются за медали. Но мы болеем за наших. Все поединки проходили по олимпийской системе на вылет. Для победы в схватке по новым правилам спортсменам нужно было выиграть два раунда. За соблюдением правил следили по четыре рефери на каждом ковре. Плюс электронный помощник. Система судейства Дайдо. Она, благодаря встроенным датчикам в шлемах, жилетах и футах, автоматически вела счет поединка. Если спортсмен набирает, попадает ударом в корпус соперника, то электронная система такой технической действия оценивает как в два балла. Попадание в голову, в шлем, оценивается как в три балла. Если спортсмен выполняет сложную технику, то есть удары с разворота выполняются, то за сложную технику спортсмену начисляется еще дополнительно в два балла. Эмоциями соревнований с нами поделилась многократный призер чемпионатов и кубков России по тэквондо Елизавета Чеканова. Девушка в спорте уже 10 лет, но на универсиаду попала впервые и сразу удачно. В первый день соревнований в своей весовой категории спортсменка завоевала золотую медаль. Со слов Лизы, победа далась нелегко. А вот второй день соревнований отчасти за ульяновскими спортсменами. Среди девушек в весе свыше 67 килограмм не было равных студентки педагогического университета Оксане Козловой. Она стала победительницей универсиады. В весе 67 килограмм золота досталось спортсменке из Татарстана Анастасии Баклановой. У мужчин в тяжелом весе лучшими стали студенты Махачкалы и Челябинска Рамазан Дейдбеков и Константин Фофанов. Главный приз соревнований, кубок за первое место в общекомандном зачете, завоевал Уральский государственный университет физической культуры. Максим Бажанов, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.